Новое дело Михаила Абызова. По версии следствия, экс-министр незаконно заработал 32 миллиарда рублей, а СКР неожиданно забрал себе старое дело о долгах компании Абызова Альфа-Банку. Что это значит и чем это чревато? Новые краски в деле Михаила Абызова. Следствия считают, что он незаконно заработал 32 миллиарда рублей. Других подробностей нет. Кроме того, стало известно, что СКР забрал себе старое дело о долгах компании Абызова Альфа-Банку. О чем говорят эти эпизоды и чем они чреваты, Михаил Сафонов с подробностями. Следствие в этот раз было скупо на слова. Михаила Абызова обвиняют в том, что он, работая в правительстве, продолжал заниматься бизнесом через доверенных лиц и заработал 32 миллиарда рублей. И кроме этой цифры в СКР не сказали никаких подробностей. Она громадная – полмиллиарда долларов. Примерно половина состояния Абызова до того, как он пришел на госслужбу. Причем заработал он эти 32 миллиарда в 2018 году. И надо так полагать, что у него на это было всего 4,5 месяца. В мае того года он правительство покинул. Объяснить все это оказалось невозможным. Например, вице-президент РСПП Игорь Юргенс в ответ на наши вопросы лишь вспомнил, что у фигуранта хватало врагов до того, как он пришел в Кабмин. Когда Михаил работал в структурах РАО ЕС и других структурах, он нажил себе немало врагов. В этом нет никакого сомнения, потому что в том числе он, собственно говоря, собирал долги РАО из тех, кто и платить не собирался или не мог. Или мог, но не хотел и так далее. В этом смысле у него врагов хватало. Кстати, о долгах. Появилось еще одно обвинение, пишет РБК. Правда, на этот раз главный фигурант, бывший глава компании Абызова Е4 Андрей Малышев. Там суть в том, что компания задолжала деньги Альфа-банку. Еще 4 года назад Альфа, подозревая Е4 в мошенничестве, написала заявление в МВД. А потом пошла в арбитраж, потребовав с компанией 33 миллиарда. Какие-то следственные действия, конечно, были последние 2 года назад. Но, по сути, можно сказать, что 4 года это дело оставалось почти без движения. И вдруг, неожиданно, Следственный комитет забирает его у полиции. Как раз в разгар событий с экс-министром. Мы обратились за комментарием к первому зампреду Совета директоров Альфа-банка Олегу Сысуеву. Мы очень давно, как обычно это делаем, мы активно пытались решить проблему возврата кредитов, в том числе с обращением правоохранительных органов. По этому делу предъявляли претензию генеральному директору Е4 комментировать действия правоохранительных органов в данном случае. Я не могу, могу сказать только нашу реакцию. Мы хотели, чтобы это произошло гораздо раньше. И вот каков итог. Есть три уголовных дела. Первое, за которое Абызова арестовали. О том, как он сам себе продал несколько компаний. Кстати, как писал Форбс, в деле есть экспертиза, из которой следует, что пострадали от этого компании, которые на 95% принадлежат самому Абызову. Второе дело, незаконное предпринимательство. Но в чем его смысл? Кто от этого пострадал? Пока загадка. Наконец, есть реальный кейс с реальными пострадавшими в виде банка. Но именно им как раз и не занимались. Впрочем, логика тут явно другая, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. Если вот так заниматься разбором деталей, вопросы возникают к любому крупному делу, связанному с крупной фигурой. Поэтому там все определяется не фактурой, а именно аппаратными раскладами вокруг этой истории. В деятельности каждого крупного руководителя в России можно найти такие весьма специфические моменты. Вопрос только в том, есть ли желание их трактовать как нарушение уголовного кодекса или нет. Возможно, если бы следствие что-то объяснило, это бы все поменяло. Но оно, видимо, выше этого. Мы не следствие и не суд. Возможно, есть все основания для преследования. Но когда их никто не знает, создается впечатление, что теперь любая крупная сделка чревата уголовным делом и арестом. Будь это реструктуризация бизнеса или получение акций за миллиардные долги. Акции потом оценят в несколько сотен тысяч рублей, и процесс пойдет. И тогда не нужно будет удивляться, что капиталы бегут из России. Разве что появляется парадоксальная мысль. Силовики и возбуждают все эти дела, чтобы деньги остались в стране. Для начала отмотаем время на два года назад, когда новосибирские власти объявили о повышении тарифов за энергию на 15%. Тогда чиновники, депутаты утверждали, что это повышение необходимо, потому что инженерные сети изнашиваются, что их долго не ремонтировали. Что повышение необходимо для того, чтобы инженерные сети поддерживать в порядке. И тарифы, так говорили в Новосибирской области, невысокие. Поставщикам энергии просто необходимы деньги, чтобы обслуживать коммуникации. В городе тогда прошла серия митингов, серьезных митингов. И в конце концов губернатор, тогда это был Владимир Городецкий, объявил о том, что 15% повышения тарифов не будет. Оно состоялось, но было снижено, значительно снижено до 4%. Это решение действительно очень непростое. Оно рожалось, так сказать, обсуждение внутри. И со специалистами длилось в течение практически трех месяцев, когда я и слышал и мнения разные. Слышал, на митингах не был, но слышал мнения о митингах. Порой, правда, такие ультимативные, но тем не менее. Все равно ты мненишь людей. Мнение о такой выверенных встречах, спокойных, рассуждительных. Это с активом профсоюзов. Это и с общественниками Общенародного фронта ОНФ. Реальные доходы не растут у населения, к сожалению, последние два года. Поэтому это тоже сказалось и на восприятии людей, на обостренных. Хотя мы приняли беспрецедентные меры восстановления правительства, меры поддержки, субсидий. Но тем не менее. Поэтому вот это решение было принято. Не потому что митинги, протестность. Митинг это как одна из точек, где услышать мнение. Но тем не менее. На то же время это решение для того, чтобы ослабить эту ситуацию, для людей напряжение с дополнительными платежами убрать. Итак, в Новосибирске, в Новосибирской области состоялось повышение тарифов не на 15%, как предполагали власти, но на 4%. И после этого прозвучало заявление, что, конечно, придется поставщикам решать вопрос, за счет чего компенсировать недостающие деньги. Ведь надо поддерживать деятельность коммуникаций. Ответ на этот вопрос так и не прозвучало. А во время митингов, конечно, люди неоднократно упоминали имя Михаила Абызова, который, по сути, курировал новосибирскую энергетику и возглавлял поставщиков энергии. Многие люди не верили, что повышение тарифов обосновано. И, видимо, справедливо не верили, потому что теперь, по мнению следствия, Михаил Абызов является виновником в похищении 4 миллиардов рублей. Кто такой Михаил Абызов? Успешный предприниматель, экс-чиновник. Уже с молодых лет он работал в энергетике и занимал успешные должности. Затем возглавил совет директоров бизнес-группы «Руком». Это большой холдинг, занимающийся энергетикой. Холдинг, в который входила сибирская энергетическая компания, основной поставщик тепла в нашем регионе. Так вот, и Михаила Абызова, и других топ-менеджеров следствия подозревают в похищении денег сибирской энергетической компании. Повторюсь, речь идет о сумме в 4 миллиарда рублей. Кто вместе с Михаилом Абызовым попал под подозрением? Назову несколько персон. Николай Степанов, экс-директор ООО «Руком», который, кстати, сейчас является еще и президентом Новосибирской Федерации «Самбо» и вице-президентом Всероссийской Федерации. Максим Русаков попал под подозрение, член совета директоров ООО «РЭС». Галина Фрайденберг, она работала заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС. Кстати, два года назад она от имени предприятия получила от новосибирского правительства диплом за победу в конкурсе «Российская организация высокой социальной ответственности». Под подозрение попал Александр Пилипасов, который до 2015 года был генеральным директором ООО «Сибэка». И, кстати, в 2003 году был награжден благодарностью Министерства энергетики России, в 2006 почетно-грамотное Министерство промышленности и энергетики. Под подозрение попал Сергей Ильичев, который лишь два месяца назад покинул пост генерального директора ООО «РЭС» и занимал эту должность почти 10 лет. В следствии говорят об ИЗОВ, и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Сейчас данным персонам вменяются две статьи Уголовного кодекса 159-210 «Создание и участие в преступном сообществе», а также «Мошенничество». На сайте «Комсомольской правды» вы можете прочесть материал об этом. Возможно, с моих слов вам сейчас не все детали понятны. Если желаете, я могу ссылку на материал вам прислать в WhatsApp, чтобы вы с чувством, с толком, с расстановкой обо всем прочли. Номер WhatsApp 8-923-145-11-02. Пишите, и ссылку вам пришлю, либо просто заходите на сайт kp.ru. 8-923-145-11-02. Телефон для ваших комментариев, если таковые имеются, 289-99-33. Звоните, пообщаемся. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Как вас звать, скажите? Вадим. А вас? Вадим. Вадим. Моя фамилия Дремов Владимир Филиппович. Значит, у меня вот такая ситуация, очень интересная. Значит, я вот слышу, что похищение бюджетных средств, денежных средств населения Российской Федерации... Владимир Филиппович должен вас поторопить. Слушаю вашу мысль. Да, да. Вот смотрите, возбудили уголовное дело. Я требую возбуждения уголовного дела в отношении кооператива ОПГ «Сектор газа». ОПГ «Сектор газа». Так его перевести в общество потребителей газа, это организованное преступное сообщество. Кооператив был организован в 98-м году из подставных лиц и из мертвых душ. И занимался, значит, он в Кировском районе, на микрорайоне Бронный, занимался телефонизацией и газификацией. Владимир Филиппович, сейчас что с этим кооперативом? Сейчас его нету, он закрылся, а в 2012 году это имущество было незаконно захвачено городскими газовыми сетями. А руководство кооператива правления, чтобы скрыть свою преступную деятельность, да, они, значит, передали вот это вот имущество, значит, городским газовым сетям безвозмездно, что нарушили наши права и законные интересы как членов кооператива, которые вложили на строительство газопровода и телефонных коммуникаций более 30 миллионов рублей. Мошенничество в особо крупном размере. Чем не закончилось, до сих пор не возбуждается уголовное дело. А вы пострадавший по этому делу? Совершенно верно, я потерпевший, я потерпевший. Вот, одно уголовное дело возбудили и прекратили, а другое уголовное дело до сих пор не возбуждается. С 2012 года сообщение о преступлении зарегистрировано нами, гражданами, в отделе полиции ГУВД. И до сих пор не возбуждено уголовное дело. Они волокитят это дело, да? Это правоприменительная практика. Давайте так поступим. Я подготовлю запрос в Главное управление МВД, где находятся материалы. Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио Комсомольская правда. Доброе утро. Утро доброе, Вадим. Вот воруют же, да, гады? Воруют. А воруют-то... Вот они наворовали, сейчас их, может быть, поймают, скажем так. А деньги-то все равно не вернутся. Вы знаете, у меня такая фантазия была, я пока ехал на эфир, я так рассуждал. Сейчас, значит, у него надо арестовывать счета, если обвинение окажется оправданным. Арестовывать счета, деньги возвращать в Сибэка, плюс взыскивать компенсацию. Так а нам бы тогда, по идее, тарифы понизить? Вон какие деньжищи-то придут. Хорошие. Конечно, Вадим. Но что-то мне подсказывает, что не понизится. Сколько за последние три года у нас было, скажем так, возложено на плечи людей. То есть, скажем, повышение тарифов и всего остального. Смотрите, просто быстренько, да, Платон ввели. Где собирают такие деньжища? Где построены бесплатные дороги на эти деньги? Нет. А вот последнее, вот это просто, я вчера посчитал, вот у нас 140 миллионов людей, как бы официально, да, в России живет, россиян, ввели с 1 января налог на мусор, да, 90 рублей с человека. Просто вчера калькулятор. Ну, это не совсем налог, но да, да, тариф изменился. Тариф, тариф, пусть это будет, это тариф. Я его называю налогом, потому что его, в принципе, по большому счету навязали людям. Вот так вот, умножьте 140 миллионов на 90 рублей. Это 12,5 миллиардов в месяц. Это в год 150 миллиардов денег. 150 миллиардов денег. Куда эти деньги пойдут? Чтобы устроиться заводы? Да нет, они пойдут в карман чиновников и, скажем, подобных людей, которые организовывают подобные организации. Вот и все. И так будет до бесконечности. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир. Да, Владимир, приветствую вас. Владимир, вот в последнее время раскрывают хищение, арестовывают, миллиард воруют. И нигде сейчас не говорят, в какой партии принадлежат эти воры. В том числе и вот этот человек, о котором сейчас идет речь. Так и вы допускаете, что не каждый вор состоит в какой-либо партии? Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич. Доброе утро, Александр Николаевич. Я вот сейчас слушал, да, вот предыдущий тут рассказывал, что дело не возбуждает. Я вот что, он ворует миллиардами, правильно он? Вот пока не ведут статью за смертной казнь. Что ж такое со связью-то у нас? Алло, алло. Да, вот смертная казнь за хищение на свободном размере и консистенция имущества. Для этого в пор никаких, никакой пользы всех этих уголовных дел не будет. Так же этот чар 4 миллиарда своровал, пройдет время, его освободят. И ничего, государство не возместит ничего. А скажите, а если смертная казнь будет, то тогда возместят, по вашему мнению, да? Нет, но надо еще и конфискацию имущества сделать. Полностью. Это то, что они там наворовали. Я вам хочу сказать, что конфискация имущества, такая мера действует. Это действует. Там она не действует. Ну как не действует? Там они на родственниках переписывают все и все. Ну, на секундочку, секундочку. Я понимаю, что вы, видимо, недовольны, вы возмущены таким масштабом хищения. Я это абсолютно разделяю. Но давайте не вводить людей в заблуждение. Конфискация имущества, такая мера существует и применяется. И в Новосибирске распродают сейчас имущество, конфискованное, например, у топ-менеджера Росрезерва Илгиза Гарифулина, который был задержан несколько лет назад, у которого нашли деньги, дорогущие часы, там, не знаю, часы стоят, как квартира, коллекцию ружей, автомобилей. Часть имущества забрали, несмотря на то, что оно было на его родственниках, числилось на других людях. Его все равно конфисковали. Эта мера присутствует, это действует. Не надо говорить, что конфискации не бывает и перепишут на родственников и так далее. Конечно, переписывают на родственников. Конечно, это проблема. Задача следствия разобраться, найти, забрать, продать, раздать. Ну, в общем, восстановить некую справедливость. Следствие у нас не всегда здорово работает, но, тем не менее, такие вещи делаются. Телефон эфира 289-99-33. Подробный материал про Михаила Абызова найдете на сайте Комсомольской правды. Ваши комментарии также принимаем на нашем WhatsApp. 8-923-145-11-02. Продолжим. Следующим звонком. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Вадим. Владимир. Да, Владимир. Доброе утро, Новосибирцы. Вот предыдущий человек выступал, про что никого ничего не конфисковывает. У меня вот трое детей, все офицеры, да? И как раз моя одна из дочерей занималась Гарифулиным. Все конфисковано, пусть люди не думают, что их не сажают. Садят, да еще и как. Но просто есть некоторые сложности, да. Люди досадуют, что вот много наворовал, заберут, не заберут. Но вот ваше подтверждение, что действительно же конфисковали у Гарифулина. Конфисковали. Да, все конфисковано. 17 лет тюрьмы. И все конфисковано, абсолютно все. И 100 миллионов штрафа. Доброе утро, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Валентина. Да, Валентина, слушаю вас. У меня есть предложение, как бороться с казнокрадами. Ну вот у нас прозвучало предложение уже расстреливать, я его категорически не поддерживаю. Нет, нет, нет. Переселить в Хрущевку пожизненно. Ну вы уж и... Дать машину Ладу первой модели. Да вы и изверг. Да. Вот тогда у них отпадет желание обрабатывать. Это во-первых. Во-вторых, а Горолецкий, как он нас охмурял, что надо 15 процентов. Он что, не в курсе был, что там творится? Был в курсе. Не знаю, не могу утверждать. Прямо так умилял, что мы будем копеечку с копеечки считать и все имущество городское приводить в порядок. Да, я помню фраза такая была, Владимир Городецкий говорил, что, дескать, гарантируем, что эти деньги за счет повышения тарифов не пойдут на Лексус. Да, я зачитаю даже эту фразу дословно. Средства, появляющиеся за счет повышения тарифа, будут взяты под жесткий контроль. Не пойдут не на дивиденды Лексусы, а на инвестиции по содержанию теплотрасс. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Ну, наконец-то, давай, звонил. Меня Роман зовут. Как-то вам звонил. У меня, знаете, самый главный вопрос. Ну, понятно, воруют они там все коррупционеры. Оно всю жизнь было. Меня волнует только одно, что, как бы я сам бывал в этих местах и не раз. Вот размер, размер вот там ущербно. У меня первый срок был за сотовый телефон по молодости, 3 года. Второй срок за 17 тысяч, плюс иски все выплатлены, 5 лет. А вот он сейчас, у него там пиковую тучу миллионов. Максимум получит десятку. Это максимум. Сейчас вопрос интересует. И плюс у меня еще доводилось находиться в тех местах не столь отдаленных с нашим мэром. Мерзким Потаповым Ильей. Так. Я ему задал эти вопросы. Я говорю, а как ты вообще, ну, вот, жить собираешься? Как, что, вообще, из-за чего это все у тебя получилось? Ну, не стыдно тебе там. Ты же как-то, ну, представляешь людей. А он говорит, да мне было вообще наплевать. Меня, говорит, я, говорит, видел столько денег, сколько я, говорит, потратить в жизни своей не мог. Говорит, даже, говорит, одна поездка, говорит, в Москву, например, там 17 миллионов. Я, говорит, приезжаю, говорит, только, говорит, еще молодой, говорит, был. Говорит, ну, 10 потратил, но уже не могу. Так, говорит, на меня с таким этим, куда мы сейчас их денем, туда-сюда мы. Ну, да, что нормально, говорит. У меня, говорит, есть деньги, я, говорит, человек обеспеченный. Сейчас УДО подойдет, откуплюсь, выйду и все. Вот вы скажите, смотрите, у нас несколько минут назад был звонок, и радиослушатель говорит, что, ну, вот он сидеть тоже будет в комфортных условиях, что ничего страшного. Вот Потапов... Естественно. А Потапов он как сидел? Ну, в отличных условиях. Мне жена там везет, Роллтон не Роллтон, а он как не едет со мной на этап, так там-то елки-палки и вырезка, не вырезка. Естественно, они сидят в комфортных условиях, если есть деньги. А как создать комфортные условия в колонии? Ну, я понимаю, что, ну, наверное, он питался вкусно, с ваших слов. Но, подождите, но все равно колония, то есть решетка, ограниченная территория. Вот очень хорошие условия, как в гостинице, я могу вам сказать. Ну, только, естественно, надо ждать, пока ты выйдешь за забор. А так, как в гостинице все условия, телевизор, холодильник, одноярусная кровать, облегченные условия. А отношения администрации? А, естественно, администрация таких поддерживает больше, потому что, естественно, они понимают, что это деньги. Тем более, вы думаете, коррупция только здесь, так там ее больше, потому что там народ здесь, который на воле, он там никто не видит, не афиширует. Там коррупция еще больше, чем здесь. А скажите, пожалуйста, а отношения, а отношения среди осужденных, то есть, и как... Какое отношение? Ну, вы думаете, какое-то плохое отношение к человеку, у которого есть деньги? Что говорить-то, вы что? Наоборот, хорошее отношение. Всем помогает, греет, что? Вот и все, тупо деньгами. А какое к нему будет отношение? Все, естественно, хорошее. Тем более, с таким человеком все хотят поговорить, нифига себе, мэр. С простыми людишками, как он говорит. Понятно. Ну, вот и все. Мне самое главное, вот, одно вот проблема, я, ну, вот, как вопрос, какой интересует, сколько лет уже прошил, прожил, сейчас ума маленько, может, набрал. Вот закон, он в одну сторону действует. Хоть ты, там ты, грубо говоря, пять тысяч укради, хоть пять миллионов, а срок и наказание... Ну, вы знаете, вы тоже привели пример, что три года за мобильный телефон, но сейчас не дают три года реального за похищение мобильного, но не дают. Ну, я вам говорю, по молодости это было. Вот последний раз у меня, ну, с коллекторами получился, ну, казус, ну, в общем, 17,5 тысяч мне пришлось у них забрать. Я вот буквально два года назад освободился, мне дали пять лет, пять лет строгого режима. По какой статье? 161-е. Она, это статья от нуля до восьми лет. От нуля. Могли и год дать, если бы был возмещен, а нифига, зачем? Хотя, нафиг люди, которые миллионы и миллиардами воруют. Ну, так, в отметку им дадут восемь-семь лет. Из них он в тюрьме просидит, пока судится, три года. Ему это сейчас зачтут, как день за полтора. В колонию придет максимум год. Ну, построят он там, сделают ремонт в туалетах. И все, администрация на суд его поддержит на УДО. Он маленькую иску поплотит по тысяче, по две, по две в месяц. Будет видно, что иск маленько гасится. И все, его выпустят. Еще справа каких-нибудь с больницы понасобирают и детей кучу. И все. И выйдет спокойненько, сядет в джип и поедет. Вот и все. Это толку нету. Их надо конкретно делать для них. Отдельные зоны, отдельные тюрьмы. И конкретно под них, под вот этих вот коррупционеров и мошенников, тот, кто работает у власти, нарушает эту власть. Под них нужен специальный уголовный отдельный кодекс. А не под общую массу. Продолжение следует...